Он живет вдали от города и цивилизации, чувствуя себя абсолютно счастливым человеком. Из старого домика в глуши Вениамин Николаевич сотворил музей крестьянского быта и по сей день занимается там изучением истории Полесья, пишет и творит. Жизнь в глуши – история россиянина, который пытается возродить белорусскую деревню. Именно так назвали организаторы творческую встречу. Тема, как нельзя лучше, отражает путь одинокого человека с большими амбициями. Это первая моя встреча, где я буду говорить о своем творчестве. Помимо той деятельности, которой я занимался, как крывет, этнограф, сегодня я уже хочу представить себя как литератора, почитать произведения, которые, на мой взгляд, отражают вот эту общую нашу историю России и Белоруссии. Мне кажется, сегодня самое время говорить об этом. Вениамин Бычковский на встрече рассказал немного о себе, о том, чем именно Полесье заворожило его более 20 лет назад и не отпускает до сих пор. Писатель поведал о литературной деятельности и зачитал отрывки из произведений «Звона», «Ремежа». В основном творчество Вениамина Бычковского сосредоточено на темах лирических рассказов о белорусской земле и его жителях, героях и их судьбах. Автор делился со своими слушателями, а таковых собралось немало в стенах центра. Каким он видит Полесье сегодня, что оно значит для него? Самое главное – это история твоей корни. Вот это, я думаю, что самое главное. Собственно, мной движело именно это, когда я приглашала Вениамина Николаевича сюда, для того, чтобы он встретился. И специально и аудиторию мы собрали именно старшеклассников этих лицеев, поскольку 7 класс, наверное, еще рановато. А вот эти вот люди, которые стоят на распутье, которые принимают решение, кем быть, как быть, чем заниматься в жизни, где оставаться, для них это будет очень важно. На творческую встречу с автором пришли просто заинтересованные брещания, учащиеся лицея номер один имени Пушкина. Особый интерес к личности и творчеству Вениамина Бычковского возник у представителей подрастающего поколения. Я пришла на это мероприятие, потому что мне интересно, я узнаю много чего нового, это будет достаточно познавательно, и я пришла для того, чтобы обогатить свои знания. Аудитория с огромным интересом слушала своего гостя, участники мероприятия задавали интересующие вопросы, и диалог получился динамичным и насыщенным, и бесспорно. Из этой встречи каждый из присутствующих вынес что-то полезное и нужное для себя.